Девушки отдыхают Т-64 – советский основной танк. Его создали в середине 60-х годов в конструкторском бюро под руководством Александра Морозова. По количеству одновременно внедренных технических новшеств Т-64, пожалуй, не имеет себе равных в истории отечественного танкостроения. Конструкция этой машины была поистине революционной. Все последующие отечественные танки представляли собой фактически дальнейшее развитие Т-64 – танка, созданного в СССР. История создания танка Т-64 началась в середине 50-х. В те годы нарастало политическое противостояние двух сверхдержав – США и Советского Союза. Гонка вооружений стремительно набирала обороты. В 1958 году в Великобритании на танки «Центурион» начали устанавливать более мощную пушку калибра 105 мм. Ответом на повышение огневой мощи танков стран НАТО стал танк Т-62, который приняли на вооружение Советской Армии в 1961 году. Т-62 оснащался гладкоствольной пушкой калибра 115 мм. И хотя Т-62 был достойным ответом натовским машинам, значимых перспектив в развитии он не имел. В конце 50-х в Советском Союзе проходил испытание другой, новый средний танк. Его разработкой занимались в Харькове, в конструкторском бюро завода номер 75. КБ возглавлял Александр Морозов. Этот знаменитый конструктор участвовал в разработке легендарной 34-ки – лучшего среднего танка Второй мировой. После войны под его руководством были созданы Т-44 и Т-54 – советские средние танки первого послевоенного поколения. Накопленный опыт позволил Харьковскому КБ разработать танк, которому долгое время не будет равных во всем мире. Изначально опытная машина имела шифр «Объект 430». Испытания показали, что в этом танке можно повысить огневую мощь и улучшить защищенность. В 1962-м конструкторское бюро представило новый опытный образец «Объект 432». Его оснастили более мощной пушкой калибра 115 мм и применили комбинированную броню. Машина успешно прошла заводские и полигонные испытания, после чего ее направили в войска. На вооружении танк приняли в 1966 году под обозначением Т-64. Средний танк Т-64. Боевая масса 36,5 тонн. Экипаж 3 человека. Оружие. Пушка калибра 115 мм и пулемет калибра 7,62 мм. Мощность дизеля 700 л.с. Максимальная скорость 65 км в час. Т-64 стал настоящей революцией в мировом танкостроении. Этот танк был создан на основе последних достижений науки и техники. Для своего времени он обладал весьма высокими боевыми свойствами. По сравнению со всеми предыдущими танками, на Т-64 был кардинальным образом изменен процесс заряжания. Дело в том, что с увеличением калибра танковой пушки увеличивался размер и, что самое важное, масса снаряда и заряда. От заряжающего требовалась большая физическая сила и, конечно же, время, которое в бою играет решающую роль. Чтобы исключить эти факторы, на танке был установлен механизм заряжания. Т-64 — первый в мире среднесерийный танк, в котором полностью механизировали процесс заряжания. Выстрелы раздельного заряжания укладывались в вращающийся контейнер. Снаряд в полулотке устанавливался горизонтально, заряд — вертикально. В боекомплект входило три типа снарядов — кумулятивный, бронебойно-подкалиберный и осколочно-фугасный. На лотке имелся указатель, уложенного в нем типа снаряда. После обнаружения цели наводчик нажимал на пульте кнопку выбранного типа боеприпаса. Механизм находил соответствующий тип снаряда и проводил заряжание. Наводчику оставалось лишь нажать на кнопку стрельбы из пушки. Этим механизмом предусматривалась возможность введения огня в режиме серии. При стрельбе снарядами одного типа повторного нажатия на кнопку перезарядки не требовалось. Благодаря автоматическому заряжанию боевая скорострельность Т-64 составляла 10 выстрелов в минуту. Для сравнения, у предыдущего танка Т-62 этот показатель равнялся четырем выстрелам в минуту. Механизм заряжания позволил сократить экипаж машины до трех человек. Необходимости в заряжающем теперь не было. С целью повышения эффективности стрельбы Т-64 оснастили оптическим прицелом-дальномером. Стоит ли говорить, что это устройство тоже применили на советском танке впервые? Наводчик перед выстрелом должен был установить в прицеле баллистику, соответствующую типу выбранного снаряда, определить и ввести в прицел дальность до цели. Поправка на собственное перемещение танка происходила автоматически за счет специального вычислителя. Вероятность поражения цели значительно возросла. Т-64 мог вести по танкам противника эффективный огонь на дальностях до двух километров и пробивать при этом кумулятивным снарядом броню толщиной 450 миллиметров. Впервые в мировом танкостроении для улучшения защищенности применили комбинирован ял. Такая многослойная броня в первую очередь чрезвычайно устойчива к поражающему действию кумулятивных снарядов. У броневой конструкции Т-64 есть еще одно достоинство. За счет различной толщины броневых плит и больших углов наклона броневых деталей удалось получить практически неуязвимую лобовую проекцию танка. Она надежно защищала экипаж от выстрелов 105-миллиметровых танковых пушек. Высота Т-64 всего 2 метра 17 сантиметров. Даже среди средних танков он ниже всех. А ведь понятно, что чем ниже цель, тем сложнее в нее попасть. Достигли этого не только за счет установки механизма заряжания, но и благодаря очень компактному моторно-трансмиссионному отделению. В конструкции ходовой части применили опорные катки небольшого диаметра. По ним Т-64 можно визуально отличить от других машин. Диски опорных катков изготовлялись из алюминиевого сплава. Ходовая часть Т-64 была самой легкой в мире среди танков подобного класса. Т-64 действительно получился революционным. Но, к сожалению, инженерные новшества, которые так резко повышали боевые свойства, поначалу сильно тормозили освоение этого танка в войсках. Машина, созданная по последнему слову техники, требовала к себе соответствующего отношения и уровня знаний. Это касалось как управления танком, так и его обслуживания и ремонта. Правда, были недоработки и в самой машине. Большие нарекания вызывал двигатель. Он оказался очень чувствительным к несоблюдению требований эксплуатации. Из-за этого двигатели первых серий часто выходили из строя. Т-64 постоянно дорабатывали. Конструкторы искали эффективные решения. В результате проведенных работ удалось существенно увеличить ресурс двигателя, усовершенствовать отдельные узлы и агрегаты. Дальнейшей модернизацией танка стала установка более мощной пушки калибра 125 мм. Танк получил обозначение Т-64А. Решение о его серийном выпуске было принято правительством в мае 68-го года. Основной танк Т-64А. Боевая масса 38 тонн. Экипаж 3 человека. Оружие — пушка калибра 125 мм и пулемёт калибра 7,62 мм. Мощность дизеля — 700 л.с., максимальная скорость — 61 км в час. С установкой на Т-64А пушки калибра 125 мм разделение танков на средние и тяжёлые потеряло смысл. С одной стороны, новая машина обладала высокой подвижностью и манёвренностью среднего танка. С другой — мощным вооружением и внушительной защитой, которые были присущи тяжёлым танкам. Именно с появлением Т-64А возникло новое понятие — основной танк. Этими боевыми машинами в первую очередь оснащали части и подразделения, которые должны были противостоять войскам НАТО. В 76-м на вооружении приняли следующую модификацию — Т-64Б. В нём значительно усилили огневую мощь. В танке впервые в мире было установлено уникальное ракетно-пушечное вооружение. Т-64Б мог вести огонь управляемыми ракетами из ствола пушки, поражая неподвижные, движущиеся и малоразмерные цели на расстоянии до 4 км. Т-64Б стал своеобразной лабораторией, на базе которой отрабатывались многочисленные новшества. В дальнейшем они прочно вошли не только в отечественное, но и в мировое танкостроение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА